Ребята, всем привет! Доброе утро! Доброе ветреное утро! Лёля, как всегда, в деле. Лёля, поздоровайся. Лёля, скажи, всем здорова! Здорова, ядрёныч! Вот, ну что, если подвести итог, облака этим летом были особенно хороши. Лето, по ходу дела, кирдык. Ветер такой дует холодный и прихолодный. Этот ветер принесёт, наверное, ещё и помимо холода дожди. Дожди. Дожди давно у нас не было. Вот, а чё, клёво, без дождей ездишь на чистой машине, ходишь в летних кроссовочках с сеточкой непромокаемые. Ну, всё. Да обещают, уже сегодня к вечеру обещают дожди. Осень, чё уж, конец сентября. И так сентябрь был классный, солнечный, тёплый. Надолго мы запомним этот сентябрь, на многие годы. А может, это вообще норма теперь? Я хз, ребят, я не знаю. Сегодня планов, как всегда, громадьё. Записался в полихмахерскую, ну, надо красиво, чтобы было. Блин, ну, записали тоже на 12. Я говорю, ну, как на 12? Можно я обычно или на утро, прям к открытию, они там с 10 работают. В 10 раз, обстригся и всё, и погнали. Или к закрытию, а не с 10 до 6. Или к 6 тоже. А раз, к 6. Вот тут 12, середина дня, не туда и не сюда. Говорит, ну, вот всё забито. Моя мастер говорит, всё забито. Всё забито, говорит, вот есть на 12. А потом, вот сегодня, а завтра, послезавтра у меня выходной. Я говорю, ну, ладно, давайте хоть на 12, ядрёный. Дома прохладно у нас, да, Лёля? Не сказать, что мы прям вот мёрзнем, ну, прохладненько. Такой период начался дурацкий. Батареи ещё включат. Ну, когда их там включат, да? Дома холодно. И вот именно вот сейчас такой момент, когда надо покупать или заставать обогреватель. У меня, благо, он есть с дачи, я привёз. Просто у нас на даче там такая система, каменные обогреватели. Ну, кто знает такой. Вот, и был масляный вот этот, он в сарае стоял, маман говорит, дядя Лёша, забери его себе, мало ли пригодится. Я ещё брать не хотел. Это в прошлом году. Я говорю, да на кой он мне, он громоздкий такой, здоровый. Да возьми, пусть стоит, хлеба не просит. И вот в прошлом году он пригождался. Мне думаю, ну, слава богу, вот всё-таки мудрость, да? Мама мудрая, женщина у меня. Ну, и вот-то я сейчас что-то уже подумываю. Надо его это, уже с балкона доставать. Потому что дома реально так прохладненько. Когда там отопление будет. Вот, ну, в общем, вот так вот, ребята. Тут лайфхак. Ну, они выскакивают, рекомендованных порой такие видосы. Лайфхак увидел, говорит. Вот вы, вот эти вот втулочки выбрасываете втулочки. А вы не выбрасываете. Вы в ней, вот, проводочек свернул. Раз. На подписывание. Отчего? Пауэрбанк. А то вот вечно вот такая вот хрень распутаю ее. Пауэрбанк. Раз. Подписывал. Так. Где-то у меня. Ага. Так, так, так. Вот он, вот он, вот он, вот он, которым я тоже часто пользуюсь. И он постоянно запутывается. Он постоянно запутывается. И теперь не будет. Он с индикатором. Видите, вот тут такой индикатор. Индикатор. Он загорается. Лампочка. Это у меня джойстик. Ну, я люблю поиграть в игры виртуальные. Это джойстик. От компьютера. С компьютера. К компьютеру подключаешь. Раз. Компьютер, игру включаешь. Играешь. Джойстик. Вот. Вот так вот аккуратненько я сложил. И подписываю. Вот. Джо. Вроде бы так смешно с одной стороны, да? А с другой стороны, ребята, ну а что? Вот так вот эти втулочки. Раз. В коробочку положил. И вот у тебя все подписано. Все аккуратненько. И все незапутанное. Смешно. Смешно. Утро. Смешно да не смешно, я хотел сказать. Ёптась. Так, Алис, не стройте из себя бедных родственников. Сидит. Я как это, с Лойлей погуляю. Тут суету утреннюю навожу. Алис сразу прибегает. И типа, вчерашний корм так ест она. С таким несчастным видом. Да, Лер? Чтоб побыстрее ей новый. Ого, драка там. Так, Барсик. Коток. Санец. Чтоб побыстрее. Я ей, ну, сейчас буду их влажным кормом кормить. Чтоб побыстрее дал. С таким несчастным видом вчерашний корм ест. Да, вот Барсик говорит. Че ты это? Прибедняйся. Правильно? Подождете. Сейчас мы туда и сюда. Ишинку надо сделать. Вкусную. Натаха мне прислала сейчас фотки Кузи. Кузей назвали. Кузей назвали. Помните, недавно в видос выходил. Я каточка забирал. Ну, вот такой вот он уже стал. Ой. Такой вот он уже стал. Все. Деловой. Блатной. С Мурзиком они как два брата-акробата. Лана как-то особо внимания не обращает. А они носятся друг за другом. Ну, нормально. Такой жизнерадостный. Лупоглазый. В телеграме, кстати, я если что разместил фотки. А ссылочка на телеграм в описании к этому видео. Ну, он чем-то мордашкой на Барсика молодого, конечно, похож. Барсик, помнишь, ты такой же был молодой? Всю дверь мне ободрал. Помнишь? Коток. Сейчас, кстати, не дерет. Но дерет он, конечно, там диван. Но там уже и в диване драть особо нечего. Уже разодран подлокотник. Да, Барсик? Слышь, видишь? Слышь, видишь? Видишь? Помнишь, ты такой молодой был? Что-то Леля там скребет. Вот они, видишь, что творят? Кошмар. Скажи, купим когтеточку. Да когтеточки четыре штуки валяются. Я вот и на стену прилеплял вот такую саморезом когтеточку. Разные покупал вариации. Диван интересней. Вот. Ну, ладно, что? Есть пора уже. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Леля, тебе приятного аппетита. Алиса, кис, и тебе. Барсик ждет, пока Алиса поест. Потом он придет. Ну, у них вот так вот. Приготовим, ребята, очень вкусную яичницу на завтрак. Ну, и оно и понятно, какой у тебя будет завтрак, такой и весь день. Будет завтрак у тебя пресный, невкусный. Такой же и день будет. Ты тут будешь ходить целый день с губой оттопыленной. Надо вкусно, надо кушать вкусно и хорошо. А то мало ли, когда там обед будет, фиг его не знает. И плотно, самое главное. Кофееночек закипел. Так, ну и мы приготовим яичницу из очень простых ингредиентов, популярных. Но есть один секретик, секретный ингредиент, секретным ингредиентом. У меня всегда есть в последнее время вот такой вот красный лук. Он офигенно вкусный. Его, конечно, идеально добавлять в салаты, помидорчики, огурчики. Вот этот вот лучок, красный перец, оливковое маслице экстра-виржин. Очень вкусно, со злаковым хлебушком. Ну и с пюрешкой, с картошкой, салатик будет обалденный. Вот. Ну и вот и выишенку свою тоже я модную добавляю. Чистим методом отслаивания. Ну это и понятно. То есть вот так вот раз отслоили. Раз опять отслоили. Ножик должен быть наточен хорошо. Раз отслоили. Чуть, черт, не поваляешь, не поешь. Извините, я очень волнуюсь. Я возьму половинку луковицы. Целой мне не надо. Вот как раз половинку с утра с вишенкой. Вторая половинка пойдет на салат, на обеда, ужин. Мне еще в сервис надо. Сегодня вообще, конечно, делов как шелков. Все бы успеть. Железного коня тоже надо обслуживать. А как же? Интересно, сколько все обойдется. Но мы посмотрим. Так, помидорчик. Короче, вот помидор я порежу целый. И лук и помидор мы режем кубиками. Обратите внимание, какой острый нож. Ножик должен быть острым. Если он у вас немножечко тупой, ну, подточите его перед нарезкой. Зачем всегда перед приготовлением любого блюда, потому что в любом блюде надо что-то резать, я подтачиваю нож. Просто обычной точилкой, продающейся в любом хозяйственном магазине. Режем кубиками. Вот, пожалуйста. Раз, раз, раз. Вот так мы нарезали кубиками. Ну, какими получилось. В общем-то, кубиками. Лучок. Мы сначала будем обжаривать лучок. Чуть-чуть его обжарим. А потом докинем помидорчики. Понятно? Ну, записывайте, если может пригодится. Сковородка нам понадобится с крышкой. Крышечку тоже сразу захватил. Так, ну все, сейчас она маленько нагреется. Много не надо. Прям раз. Вот. Ну, так, чтобы распределилось по всей сковородочке. Маслица. Ой. Стой. Совсем до минимума убавляем газ. Вот прям до минимума совсем. И отдаем. Первое главное. Лучок. Он водянистый тоже маленько. Сейчас он водянистый свое будет отдавать. Плюс немного прям совсем размягчится. Поджаривать не надо. Просто размягчить. Ну, а мы пока нальем кофе. Конечно, многие скажут, это не кофе, это по-моему. Кому как, ребят. Для меня главное, чтобы запах был какой-то кофейный. Я не кофемен, поэтому вот мне в этом деле проще. Я и акционку забрал в фикс прайсе. На месяц хватает по утрам. Так, ну, я ставлю две и четверть ложечки сахара. Даже две неполных и четверть. И вот ложечку вот этого вот Nescafe Gold. Nescafe Gold. Блин, ну пахнет же оно кофе, а? Я не кофемен, поэтому мне и такое сойдет. В этом деле проще. Есть люди, у меня знакомая есть. Она прям без кофе жить не может. У нее все время в руке кофе, кофе, кофе. И вот я наливаю, раз. Ну, и пока она будет стоять, чуть постынет. Потому что я сильно кипяточное не люблю. Вот я налил. Пока яишенка жарится, кофеек тут потихонечку стынет. Ай, горячий. Так. Ага. Вот тем временем я уже вижу и лучок. Маленько размягчился. И мы отдаем туда же помидорчики. Тоже зашипили. Они ж тоже водянистые. И лучок водянистый, и помидоры водянистые. Какая у нас будет нежная водянистая яичница. И вот смотрите, ребята, начало их немножко прихватывать, да? Сейчас мы будем добавлять секретный ингредиент. Внимание, вы готовы? Приготовьтесь. Кто-то может сейчас растопырив ноздри скажет. Эй, что это за ингредиент такой? Он ни хрена не секретный. А вы догадывались когда-нибудь так сделать? А дядя Леша догадался. И получилось очень вкусно. Это соевый соус, ребята, секретный ингредиент. Поверьте мне, офигенно получается. Офигенный вкус. И где-то даже отдаленный. Напоминает, представляете, яичница со вкусом роллы суши. И мы немножечко раз, вот так вот, соевый соус. Ну и как бы в нем пусть помидорчики с лучком потушатся. Если хотите, можете, кстати, еще сосисик накидать, там их обжарить сначала. Вот. У меня-то бекончик будет. Я люблю с беконом. Ну и немножко, видите, сейчас вот влага такая образовалась. Помидорчики отдали, лучок плюс соевый соус поставили. Немножко уже можно огонь прибавить. Прям совсем капельку. Понятно? Ну, я думаю, что понятно объясняю. Ну вот. И вот я яйца, яйца тоже ополоснул. Ополоснул. Ну, мало ли, там какие-то пленочки на них. И вот они вот здесь вот лежат на просушивании. Ну и, конечно, конечно, что из-за яичницы без зелени? Пока порежем зелень. У меня петрушка. Петрушечка. В общем, полный комплекс у нас. В луке витамины есть? Есть. Помидорчики какие-то есть. В зелени есть. В зелени вообще хорошо. И для мужицкого здоровья хорошо. В общем, все, что не грех в нашей яичнице. Вот. Ну и вот сейчас мы ополоснем. Раз, раз, раз. Порежем. И потом палки вот эти, они не нужны мне. А вот хвою, хвою вот эту вот. Ну, какая у нас. Мы вот эту основную ботву будем использовать. Еще поставлю вот не в саму яичницу, а на помидоры с луком 4 перца вот такая. Ну, это уже, конечно, вкусовщина на любителя. Мне просто так нравится. Вот. Перчика. Все будет классно сочетаться. Поверьте мне. Ну, и вот такая у нас получилась консистенция. Не надо ждать, пока прям полностью вся влага испарится. Пусть будет. Это как сок, соус даже. Вот. Ну, и все. Сейчас мы... Видите, вот такая вот консистенция, да? И сейчас мы будем яйца туда разбивать. И раз. Понимаете, для кого-то, может быть, это простое блюдо, а кто-то и не догадывался, кто-то не знает. Поэтому пригодится. Просто знатоки сейчас скажут, яичные знатоки, что ты нам тут спариваешь яичницу, обычно показываешь рецепт. А вдруг кто не знает, ребята? Когда-то... Когда-то мы все ведь не знали. Ни как яичницу жарить, ни как машину водить, ни как телевизор включить. Ничего мы не знали. Так, чуть-чуть подсолим, прям капельку. Потому что соус соевый, он и так соленый. Ну, немножко все равно надо сверху. Верхушечку. Ну, и зеленушечку туда же. Вот. Ну, это хаотично. В хаотичном порядке. Зелени должно быть много. Я прям люблю, вот прям много, когда ее... Обожаю зелень. Укроп, петрушка и кинза. Ну, кинза, конечно, не каждому она нравится, кинза. Ну, ее надо распробовать, ребят. Смотрите, какая красота уже, да? И вот сейчас нам понадобится крышка. Накрываем крышкой. Ну, и все. Ну, сколько там, ну, минутки две-три. И то я сейчас... Вот минута сейчас пройдет, и я вообще газ выключу. Вот вообще его выключаю. И она уже самоходом дойдет, яичница. Так, яичница у нас приготовилась. И опять я зажигаю небольшой огонь. Яичницу мы перекладываем на тарелку. Я показываю весь процесс, как я делаю. Ой, некрасиво подцепил, ну ладно. Я показываю весь процесс, как я делаю. Чтобы вы тоже сделали. Может, если захотите, так, для разнообразия. Все, переложили яичницу. Ставим сковородочку на огонь. Не всегда, но иногда. Да, я тут, ну, и всегда надоедает. Я использую бекончик, ребята. И вот полосочки. Раз. Без всякого масла уже тут поджарить бекончик. Раз, два, ну. Бог любит троицу. Три. Для натюрморта. Стилаева. Для Стилаева, так сказать. Вот он сразу начал поджариваться. Без всякого, без масла. Вот так. На яичных опарках. Ну, на яичницах. На яичницные опарки. Ну, тут была яичница. Понятно, да? И мы остатки оставилися. На них мы делаем. Поняли, да? Ну, что, ребята, согласитесь. Выглядит очень красиво. Красиво, быстро, вкусно. Не сказать, чтобы дорого. Здесь у меня хлебушек. Зерновой с сыром. Я так люблю. Без масла. Масло не очень. Люблю мазать на хлеб. Да, по идее, здорово сочетается. Сыр, масло, хлеб. Но я люблю просто с сыром. Кофеек. Уже нормальной температуры. Ну, и вот главный гость. Нашей трапезы. Яичница с помидорами, с лучком, с соевым соусом. Что придаст, еще раз скажу, третий плановый такой роллосушевый вкус. Бекончик лежит. Ну, и на десерт вот такой кокосовый миндаль. Кокос-миндаль, сырок глазированный. Всем, кто кушает, я желаю приятного аппетита. Укроплюсь и яичарку за ваше драгоценное здоровье. О, нормально. Я еще каждое утро выпиваю полстакана воды. Когда есть стакан. Просто обычной воды, вот из бутылки. Чтобы организм проснулся перед гулянием. Так, ну, что там? Что там у нас? Просто божественно. Так, ну все, едем наводить красоту. Не сказать, что мне прям обросло, но так, неаккуратность какая-то уже присутствует. Не люблю я так ходить. Едем в полихмахерскую, потом в автосервис. Я позвонил, уже записался. Накупил целую гору запчастей. Ядрическая сила. Раньше на все эти деньги, ну вот на эти деньги сколько все это дело стоит. Можно было полмашины перебрать. Раньше это было раньше. Кстати, начинается вот дождик. Капельками на стекло осенними. Играет музыку водосточных труб. Ну, в общем, нормально. А так, в принципе, тепло. Вон, 19 градусов показывает машине термометр. Ну, нормально, 19 градусов. Это еще, считай, летняя минус погода. Летняя, но с минусом. Самый лучший психотерапевт, это мастер парикмахерского искусства. Не любят, между прочим, парикмахеры, когда их называют парикмахерами. Называете нас мастерами, мы мастера. Правильно, как-то парикмахер. А если женщина, что, парикмахерша, что ли? Как-то звучит, ну, не фэн-шуй. Вульгарненько даже как-то. Мастер, все правильно. Человек делает тебя красивым. Еще и пообщаться. Что-то о том, о сем, о том, как мы живем. О погоде ненастной, что грядет. В общем, приятно. Приятно всегда съездить, подстричься, обновиться маленько. Но я считаю, что порядочная у меня прическа. Ну и надо коня железного обслужить. 16 лет, вот моему опелечку, подросток. Раньше в 16 лет паспорт выдавали. Сейчас в 14, по-моему, выдают. Раньше в 16. Подросток, 16 лет, ну, так вроде. Ну, что-то, конечно, порою требует, там, что-то починить. Это понятно все. Во-первых, и климат у нас, то в жар, то в холод. Ну, и годы все-таки идут. Вот. Мне опель нравится, честная машина. Накупил запчастей. Так, надо будет сейчас это съездить в сервис. Я уже позвонил, меня записали, поменяем маслечко, свечи обязательно я всегда меняю. Неважно, на зиму, на лето, а тут катушки зажигания, свечи надо. Вот, 10 тысяч отъездил, раз, поменял масло, фильтры, свечи. Езжу я много, этим летом я наездил много. И в Иваново ездил, тревел. Вообще, сколько у нее там уже? 140 тысяч, 489. Блин, ну, прилично так уже наездили-то. Прилично уже наездили, а брал я ее 100 там, 100 с чем-то было. Ну, что делать? Время бежит, годы идут. Машиной пользуемся, на дачу, хреначу, на работу, хреноту, в какие-то путешествия, все это на машине. Вот, в общем, сейчас мы едем в автосервис, посмотрим, сколько выйдет замена. Ну, и, слава богу, ничего бы не нашли бы, а то, знаете, бывает, что, ой, обратите внимание, у вас там что-то подтекает ехарно. Ну, я знаю, что у меня, конечно, тут пружина лобнута. Я в Иваново, когда ездил, я в такую яму еще где-то попал на ней, е-мое, колесом. Я думал, у меня колесо оторвет с кедриням. Нет, пружинка лобнула, но это потом, это дорогостоящий ремонт. Вот, в общем, не страшно. Вот, ну, ладно, короче, сейчас мы его, раз, так. Поэтому, как ни крути, машину обслуживать надо. Вот мне технический директор, когда я там в конторе работал, тоже что-то про масло это шла там речь, а можно там, а если 10 переболтал, там можно там... Вообще рекомендовали там в 15 тысяч менять, да, автодилеры иномарочные, но 15 тысяч это слишком много с нашими условиями и климата, и вот ты тыр-пыр по пробкам, все. Поэтому 15 тысяч это много. 10 тысяч, и он как говорил, меня ты можешь вот уговорить, да, а машину ты не уговоришь. Или вот что-то там скребет, стучит. Меня ты можешь уговорить, а машину ты не уговоришь. Поэтому 10 тысяч накатал, будь добрый, ядрин, ты раскошеливайся. Так, ну вот, сейчас мы поставим и... Все, будем заезжать, по идее. Будем заезжать, маслица менять. У Константина Кинчева группа Алиса есть такая замечательная песня «Театр теней». В театре теней сегодня темно. Вот он, Московский детский театр теней. Именно про него... Ну, у меня сосед и царство небесное, Шурик, он Алиса Ман. И вообще, был знаком с Константином Кинчевым, ходил на концерты на его. Ни один концерт, говорил, не пропускал. Ну, особенно, когда был молодой. Вот. И именно вот Константин Кинчев, именно про этот театр теней, написал песню данную. «В театре теней сегодня темно». Потому что он вроде как тоже в Измайлово жил. Но это по словам моего соседа Шурика. Ушел он в этом году. Жалко его, конечно. Вот. Ну, что, ребят. Часок делов. Ну, показали мне пружину лопнутую. Я говорю, да, я знаю. Надо чинить. Надо, надо, надо. Ну, тоже это, говорит, титимити. Все упирается в титимити. Вот. Ну, и сейчас я отрапортую, ребят, что почем. Ну, а вдруг интересно. Почем сейчас у нас ТО на Опеле сделать? Конечно, плюс-минус. Потому что, ну, может быть, вы где-то запчасти подешевле купите. Я в Опелевском магазине покупал. Может быть, где-то в интернете закажут. В общем, все плюс-минус. Почем? Почем? Да и сколько Опелек-то обслужить сегодняшним днем у нас, а? Ну, стоимость работы 4 тысячи. Это снять защиту картера, поменять масло, все фильтры, свечи. 4 тысячи рублей. Там 4 с чем-то, но у меня скидочка небольшая здесь есть. Поэтому с меня взяли 4 тысячи. И вот по запчастям. Значит, масло моторное GM 5 на 30. Синтетика 3783 рубля. Фильтр масляный 1.0-1.8 ксер 782 рубля. Фильтр воздушный Zafira Astra. Opel Zafira есть. Opel Astra. У меня Opel Astra Astra G. Ой, тьфу, Opel Astra H. Astra G есть, есть Opel Astra H. 679 рублей. Фильтр салона. Так, это я фильтр воздушный сказал, да? 679 рублей. Фильтр салона Delphi. 776 рублей. И свечи Z10-18 ксер. 388 рублей одна штука. И комплект из 4 штук. 1552 рубля. Итого обошлось у нас 6 тысяч... 6 тысяч 712 рублей. Вот помню, года 3 назад мы ездили с батей. Потом еще в Сахару отмечать. Ездили. Вот у меня ролики есть. Может быть на YouTube. Здесь на RoTube нет. Короче, 3 года назад. 7500 я отдавал. Вместе с запчастями. И с работами. Ну вот так вот. Сегодняшним днем. Да. Сообщение пришло. Опять что-то просят. Ну-ка. Спортмастер бонусы предлагаете. Спортмастер предлагаете бонусы. Но это же другая история. Ну вот, ребята. Вот так вот. Все гештальты закрыты. Спасибо за то, что молот и красив. Ты езди, не подводи. Пружина еще гештальт там висит. Но это мы тоже как-нибудь сделаем. Вот, ребята. Ну все. Теперь можно со спокойной душой Everybody в сторону дома. Да, денек у меня такой сегодня. День готратный. Такое случается. На улице поднялся страшнейший ветер. Но я заметил то, что как такая погода. Я себя отлично чувствую. У меня есть энергия. Я в плохую погоду чувствую себя хорошо. А когда хорошая погода, Жара, такая солнышко светит. Меня вечно как-то плющит, колбачит. Вот так вот я хожу. На такую погоду прям энергия есть. Ребят, зашел в ленточку. Сейчас тоже покажу в своей покупочке. Рубрика, что можно купить на... Давненько ее у нас не было. Что можно купить на определенную сумму. Сумма в чеке. Вот такое масло. Вот мне осталось. Мне отдали. Сказали, на Далиф или чего. Даже 5 литров-то не надо. Но 5 литровку покупаешь. Вот. GM. Так, ну что? Что можно купить на... На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. 1228 рублей 20 копеек. Это карточка. С карточкой скидка. Там обошлось все... Ну, что-то около 1500 рублей. Тут так мелко написано. Вот. 1228 рублей 20 копеек. В магазине лента мы купили. Лелика, барсиковое оборудование. Как же без него. Да, да, да. Да. Как же без него. Да. Так. Потом взял я вот... Как-нибудь попробуем. Я люблю вот такие. Рамен. Это японские. Это японские дела все. Рамен. Сырок. Росагрокомплекс. Хороший. Бывший бы Ю Александров. Хороший. Это по акции. Там по 50 чем-то они рублей. Сейчас я точно посмотрю. Поэтому и рубрика, что можно купить на. Потому что, ну, чтобы не искать чейки, каждый позит. 54 рубля. Просить за него нормально сейчас. Так. Опять же, лелика, барсиковое оборудование. Ну, конечно, осень, осень, осень это перцы. Что такое осень это перцы? Просто фаршированные перцы. Это я, наверное, завтра сделаю. На сегодня у нас есть поесть. Это классно, когда ты приходишь, у тебя на обед ничего не надо готовить. У тебя есть поесть. Это круто. Опять же, лелика, барсиковое оборудование. Посмотрите, сколько они обходятся мне, а? Коток. Вот он. The science. Вот он. Сколько ты мне обходишься, коток, сынок? Посадите на холодильник. The science какой. Ну, взял вот такую газированную водичку. Просто так тоже по акции. Вот эта штука мне так она нравится, ребята. Кукуруза вареная, сладкая. Она просто офигенная. 100 там с чем-то. 140 с чем-то рублей она стоит. 149, что ли? Да, 149. 149 рублей. Обалденная кукурузка. Всем рекомендую. Мне она нравится. Так. Подмышечный лопастник. Хоть и холода грядут, надо все равно промазывать. Вот это самая дорогая покупка. Промазывать все равно надо. Попить водички. Рич там он тоже стоит. Там 140. Вообще цена просто неадекватная за него. Ну, ладно. Уж купил. Что в других магазинах. Она в этом... Что в Ярче, что в Красном Берноле подешевле. Ну, ладно. Я уж зашел. Так. Опять. Лёрика Барсикова. И вот. Росагрокомплекс. Сырок, сынок. Ну, и пакет, конечно, тоже стоит денег. Суммой 1228 рублей я зашел в магазин Лента. И что я там купил? Из существенного. Хоть что-нибудь покажи. Подмышечный лопастник. Ну, и будем мы заниматься сейчас тем, что выковыривать там с балкона обогреватель. Надо чуть подразобраться. За лето балкон захламили. Как-нибудь покажем в каком-нибудь видосе обогреватель наш модный. Думаю, прохладно. Действительно. Вот сидишь вот так. Когда волокаешься, не чувствуется. А когда сидишь, прохладно. Поэтому... Ну, и Лёля лежит пол холодный. Вот. Поэтому лишним не будет. Вам, ребята, всем удачи. Всем пока. Ссылочка на телеграм в описании к этому видео. Спасибо за ваши лайки. Балалайки. До встречи в следующем видео. Я снимаю такие простенькие влоги. о моей жизни повседневочку. Так что, если вам нравится такое смотреть, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Будет больше видео, чтобы не пропустить, ребят. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok